90% жизненно важных лекарств будут производить в России. Это, по мнению специалистов, поможет сдерживать цены на медикаменты. В связи с падением курса рубля продавцы стали назначать на лекарства максимальную разрешенную торговую надбавку. Так, жизненно необходимые медпрепараты подорожали на 7,5%, а в марте еще почти на 6%. При этом цена повысилась в основном на импортные лекарства. В связи с этим в правительстве страны сейчас обсуждается вопрос об импортозамещении. И уже к 2020 году по программе развития Фармпрома Россия должна производить у себя 90% жизненно важных лекарств. Сдерживать цены на медикаменты поможет и расширение сети государственных аптек. Плату за место в детском саду ограничат. Это связано с массовыми недовольствами родителей из-за резкого повышения стоимости содержания ребенка в дошкольных учреждениях. Так, например, в Иркутске оплата в детских садах в среднем повысилась на 15%, в Нижнем Новгороде на 20%, а в Новосибирске на 27%. Новый законопроект должен установить потолок для таких семейных расходов. Расчеты будут делать на местах, а утверждать и контролировать величину платежа предполагается на уровне региона. По данным специалистов, эта мера поможет семьям с детьми и снизит рост социальной напряженности. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Сдать ЕГЭ школьники смогут и в больницах. Об этом заявил министр образования страны Дмитрий Ливанов. По его данным, у выпускников, которые находятся на длительном лечении в медучреждениях, возникают трудности со сдачей экзамена. Сегодня пункты проведения итоговых испытаний созданы только в двух больницах России. Однако список в ближайшее время будет расширен. Его сейчас согласовывают. В нем появится еще 80 лечебных учреждений, расположенных в разных регионах страны. В этих больницах также можно будет сдать единый государственный экзамен. Сейчас в России на длительном лечении ежегодно находится около 130 детей. Тюремный бухгалтер может сесть в тюрьму. В Тайшете следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера одной из колоний. По версии следствия, в 2013 году подозреваемая ежемесячно вносила в списки на перечисления денежного довольствия и социальных выплат недостоверные сведения о фактически начисленной заработной плате самой себе. В итоге на свою банковскую карту финансовый работник получала более 60 тысяч рублей. В настоящее время с подозреваемой работают следователи, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Герои на велосипедах. В Уссули-Сибирском два подростка 10 и 12 лет помогли задержать грабителя. Мальчики услышали крик о помощи женщины, у которой преступник открыто похитил сумку. На велосипедах дети стали преследовать неизвестного. И даже после того, как последний бросил сумку, погоня продолжилась до тех пор, пока грабителя не задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Краснодарский край и Крым лучше Турции и Египта. Российские курорты в этом сезоне по популярности обгоняют зарубежные. Об этом говорится в исследовании, которое провели эксперты Департамента социологии Финансового университета при правительстве России. Согласно полученным данным, больше всего россиян намерены этим летом отдохнуть в Сочи, Анапе и Гленджике. Второе место занимает Крым, третье – Абхазия. И только потом идут Турция, Египет, Болгария, Греция и Кипр. А я напомню, если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту или звоните по телефону редакции 33 13 28.